Одна из, может быть, серьёзнейших проблем, которая встаёт перед каждым человеком, это потрясающее влияние на нашу психику, на нашу мозгу, на нашу душу, того потока информации, который сейчас идёт по всем техническим средствам и по тем каналам, которые именуются СМИ. Причём эта информация, как вы понимаете, носит очень разный характер, но меньше всего в ней, в этой информации, как раз того положительного элемента, который оздоровляет душу, выводит её из какого-то болота, из грязи, а напротив. Основная информация носит прямо противоположный характер. Недаром вспоминается самое главное положение масонства, которое прямо говорит – разнуздать, чтобы взнуздать. Так что не думайте, что это проходит просто так, случайно. Вы же понимаете, с какой стати это вдруг такой негативный поток всякой дряни, которая льётся из интернета, с телевизионных каналов, на сценах театров, из газет, журналов, реклам. А вы обратили внимание, что, наверное, 90%, если не больше, это поток чего? Грязи! Грязи! Именно грязи! А ничего не будет! И что ж это те дяденьки и тётеньки, которые руководят этими каналами, и именно которые осуществляют именно такое направление воспитания современного человека, кто же они такие? Что за странность? Не правда ли? Почему бы не показывать вещи, которые действительно человека оздоровляют? Именно оздоровляют! Я почему говорю такое слово – оздоровляют? Потому что мы-то с вами понимаем, что что такое грех? Грех – это рана, рана. Иду, и наступил на гвоздь. Вот что такое грех. Наступить на гвоздь. И вдруг здесь колоссальный поток информации, который прямо нас увлекает, увлекает, подталкивает и делает всё возможное, чтобы мы шли по гвоздям, то есть страдали, стали больными, не тронь человека, как когда обнажённый нерв дотронулся, человек вскрикивает и приходит в экстаз ненависти. Никого не тронь! Но это не только не тронь! А что ещё разжигает при этом? А ведь, знаете, разжигается так много, чего человек никогда не сможет удовлетворить. И вот эта неудовлетворённость опять является страданием. И так одно за другим. Я, хотя телевидение не смотрю, но как-то однажды посмотрел телеграм, и вдруг через весь, весь экран огромными вот такими буквами алчность! Причём, это вы думаете в негативном смысле? Нет, в положительном, конечно! Как писал американский автор Хилл, книги которого тиражом, миллионными тиражами разошлись во мгновение ока, он прямо писал «Вы никогда не станете богатым, если не доведёте себя до кипения, кипения страстного желания денег». Прямо! Миллионными тиражами! Книга, как говорят сейчас этим варварским словом, бестселлер, бестселлер, то есть вот, на который все бросаются, слышите, идёт пропаганда, и она всюду идёт, всюду идёт, рожгаются страсти все, какие угодно только, есть в человеке, всё и разжигается. Впечатление такое, что чем бы только человеку не уколоть бревном, поленом, ножом, чем угодно! Правда, вот это интересно! Вот эпоха, в которой мы живём! Это именно эпоха, в которой мы живём! И орудием этих непрерывающихся, я бы сказал, пыток человека, который всё проходит под флагом, кажется, 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 такого мягкого касания души. Весь этот арсенал обрушивается на человека, и перед чём он стоит. Главное, мне кажется, ещё то, что мы даже и не понимаем, что это негодяи, злодеи, сатанисты это делают. Кто пойдёт сейчас вот туда, зная, что там его ожидают и искалечат? Ну-ка, найдите мне такого дурака! Пойдёт-то туда? Нет! А ему говорят, да нет, нет, не бойся, не бойся, сейчас мы тебя только окружим, погладим по головке. Вот что происходит сейчас в наше время! Слышите? И надо же... И об этом нигде не говорят, не объясняют, что это такое. Ну, такова потребность современного человека, такова его психология современного человека. Какие-то вещи о положительных вещах он смотреть не будет! Какая чушь! не будет! Приучают к такому корму, уже даже не скотскому, а хуже, приучают, люди даже перестают ощущать и понимать, да, что есть-есть пища, а не корм. Мы чем с вами отличаемся, что находимся вот в этих вот стенах и можем понять и понять, что значит этот поток грязи, обрушивающийся на современного человека. Можем понять, каков это источник. Дерево узнаётся по плодам, а не по листьям. И плоды совершенно очевидные. Когда такую грязь, такой грязью наполняют человеческую душу, бедный, что с ним происходит? Весь так и валяется в грязи всю жизнь, ничего не достигая, и здесь мучается, и там переходит в область опять-таки мучений. Почему? Потому что неудовлетворённые желания – это, пожалуй, одна из самых тяжёлых пыток. Ибо там уже нет ни тела, ни свободы, а остаётся только то, что в душе закреплено. Вот эти страсти, а уже удовлетворить ничего невозможно. И человек из этих земных скорбей переходит в мучения уже гораздо более, неизмеримо более тяжёлые, как один писал, в тысячи раз больше страдания, чем здесь. Это надо понимать. Вот что идёт. Вот какова характеристика нашего времени. Недаром же, поймите теперь и удивитесь даже, когда Христос говорил, что в последние времена мало будет спасающихся, когда святые отцы писали, что мало будет, подвижников вообще не будет. Ну, лже-подвижники будут, лже-старцы, а подвижников не будет. Почему? Попробуй вынести такой груз, когда давят на человека, его сгибают. Не у каждого хватит ума, ума, чтобы прекратить смотреть эту дрянь. Ума даже, говорю, слышите? Ой, как интересно, тебя колет то в бок, то в пятку, то в зуб. Ой, ой, как интересно! Ещё, ещё картинку, ещё картинку, и весь распалённый. И так изо дня в день. Вот здесь на пути этой гадости и остаётся ещё только одно православие. Я даже не говорю христианство, слышите? Уже не христианство, а именно православие. И уже православие уже в таком ослабленном даже виде, но по своему учению, по своему направлению, по своему объяснению, что есть человек, для чего его жизнь дана ему. Только православие ещё может защитить вот тот небольшой круг людей, которые понимают, что это такое. Понимают, какое зло сейчас нахлынуло на бедный человеческий род. Только православие ещё говорит о заповедях, говорит о том зле, который приносит это всё, говорит о том, что грех – это есть рана, что страдание – это не Бог посылает. Когда ты наступил на гвоздь, то не Бог же тебе заставляет страдать, наказывает тебя за это. Это Бог наказал? Ах, вот ты, паршивец, наступил на гвоздь? Вот теперь я тебя наказываю! Страдай! Да? Что ты наступил на гвоздь. Слышите? Православие объясняет, что Бог дал законы жизни человеческой, не юридические законы, а природные законы. нельзя наступать на гвоздь! Ты будешь страдать! Почему? Потому что ты наступил, а не я тебя наказываю за то, что ты наступил! Мать говорит ребёнку, смотри, вот мы уходим, не балуйся здесь с газом, с электричеством, потому что может загореться, тебе будет очень плохо, может сгореть, ушла, а ребёнок, интересно, как горелочка газа, раз, ой, как интересно, ой, спички, как интересно, и загорелась! Загорелась, пожар! Успели этого ребёнка вытащить обгорелого? Правда! Кричит, пищит! Что мать с ним делает? Наказывает его? Вы что, скажете, идиоты? Какой наказывает? Она его жалеет, она его целует, она его ласкает, она его утешает! Он же её не послушался! А она что делает? Лечит! То есть что? Любит! И делает всё возможного, чтобы спасти его от тех ран, которые он нанёс себе, не послушав её! Вы слышите? Кажется, наказать бы надо! Нет! Ещё больше любовью и состраданием к нему проникает! Я к чему это говорю? Бог есть любовь! Бог есть любовь! Любовь! Гораздо большая, чем любовь матери к этому ребёнку! Он делает всё возможное, даже тогда, когда мы своими грехами калечим себя! Не наказывает, а любит, лечит! И лечение это бывает, конечно, в зависимости от степени повреждения. Я думаю, что лечение обгорелому ребёнку ой, какое тяжёлое! Поняли, откуда скорби! Поняли, откуда страдания! Вот откуда! А то всё! Бог меня наказал! За что меня Бог наказал? Ай-яй-яй! Да, я хожу по гвоздям и на тебя! И я теперь вынужден страдать! Бог говорит, не завидуй! Не делай зла другому человеку! Не обижай! Относись со страданием к любому человеку, независимо от того, кто он! Какой бы ни был веры, какой бы расы, национальности, был ли он друг или даже враг, никому не желай зла! А что это значит? Как ты только желаешь зла, то ты себе вонзаешь нож в своё тело! Ибо желание зла – это и есть вот то, что именуется грехом! Это и есть рана, которую ты себе уже наносишь! Даже этим желанием! Бог по любви предупреждает! Не делай этого, пожалуйста! Не истязай себя! Не калечь себя! Он не же такой грех! Я это объясняю, поскольку, к сожалению, и даже в нашу психологию, и в наши многие труды, и в богословии даже, вошло вот это вот иудео-языческое понимание отношения Бога к человеку. Какое? Согрешил? Вот тебе! Содом и Гоморра согрешили? Вот вам огонь с неба! Забыли! Бог дал законы духовной жизни, по которым каждый грех, каждый грех – это и есть такая рана, которая, ого-го, требует, требует какого-то час лечения. Грехом мы себя мучаем, приносим себе страдания, и более того, и умершляем себя. Да, есть предел каждого греха. Содом и Гоморра себя погубили даже физически или потоп. Что перед потопом произносит? Какие слова Господь? По-савянски звучит очень хорошо. Не имать, то есть не имеет, не может, не имать дух мой пребывать и всех, в человеческих всех, занят, то есть поскольку, а не плоть, то есть одно животное. Видимо, прекрасно понимают эти идеологи, которые сейчас наполнив всю атмосферу современной жизни человека, чем? Всем тем, что нас толкает на эти острые гвозди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!